Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но меня радует то, что тут хоть есть какие-то сигналы Пусть даже это будет мусор, какая-то проволока Но уже интересно ходить, потому что хоть что-то звенит в земле Обычно бывает плохо, когда вообще ничего нету Как-то так грустно Но здесь вот все-таки много мусора Это получается край огородов Обычно сюда все выбрасывали Поэтому здесь надо ходить так медленно, вдумчиво И должны быть находочки Вот такая обстановочка здесь Поле большое Но туда я в самый конец ходил Там уже практически ничего нету Ну а так вот Объем работы, как говорится, весь налицо Опять монетка И это опять Буратенко Все-таки чувствуется, что это место Мною уже хорошо выхожено Попадаются только вот такие маленькие монетки Которые я пропустил Вот, которые вообще ничего не стоят И просто радуют меня тем, что тут что-то есть Ну а я, как и все вы, хожу с надеждой Найти что-то интересное, чтобы порадовать вас И чтобы это порадовало меня Так что ходим И надеемся, что что-то я тут пропустил Или что-то здесь еще Может быть где-то я не дошел И не проверил Еще один медный соль Четвертый А так я уже проверил это все поле Вернее не поле Вот это место, где был найден Три копейки эти 1864 года Ну ничего здесь нету Так что кто там что-то увидел на видео Что рядом где-то монета еще лежала Видно вам показалось А я пойду туда Схожу вот В этом направлении В общем подальше от этого края Деревки уже туда Глубже удалюсь И может быть какие-то находки пойдут Вызвонил еще одну монету Скорее всего боротос Видите на самой поверхности Смотрим Да Очередной боротос Пока что мне попадаются Вот именно вот такие вот монетки Мелкие И никудышные Ну ищем Может серебро все-таки Какое-нибудь Этого периода выскочит Еще одну монетку Вызвонил я наверху Видите Вначале подумал Что это Боратенко Но это не Боратенко Это Вот посмотрите внимательно Это Будет прусский солид Смотрим Так Нет Вообще какая-то дивная монета Шведы что ли Да Прикольно Обожди Сейчас сниму перчатку Посмотрю Получше Да Это один Хеллер Тысяча Видите Надпись Хеллер Шведы что ли Вот я Четко-то Точно так И вам не скажу Но Один Хеллер Тысяча Семьсот Сорок Третьего Года Прикольно Но размером Как Боратос Но вот За сегодня Это пока что Такая самая Интересная Монетка Так до этого Три Боратоса Еще находил Я уже Перестал снимать Но это Вот такая Монеточка Хеллер Хеллер Но не серебро Ну что Момент истины Заблестело Что-то золотое Так что Держите за меня Фиги кулаки Что там держат И смотрим Ну что Вскрываем Раз Два Три Блин Неужели золото Офигеть Ай блин И это не золото Это какое-то украшение Ну блин Так Так блестит Покрыто Очень хорошо Вот это Да Блин Прикольно Ну это Какая-то Была Это да Не Легенькая Какой-то Чибис Или Кто это Дятел Вот же Блин Какой Облом А так Сигналило А так Блестело Трендес Ну ладно Не будем отчаиваться Будем копать дальше Выкопал яму Мотка Быть Или Ферритовое Кольцо Покрытое Ну это Легенькое Но это Кольцо Такое Легкое Не то Что оно Там Чувствуется Что оно Не с цельной Медиа Покрыто Ну Такая Вот Сигналила Она Конечно Зачетно Очередная Находочка Так называемый Рыцарский Колпачок Вот А если По правде То это Фрагмент Подсвечника Вернее Лампы Светильной Вот В общем Фрагмент От лампы Светильной Кто не знает От Светильника Ура Ну Наконец-то Крупнячок Троячок Станислава Августа Понятовского Ёхо-хо Это уже Не Буратос Это уже Крупняк Класс Блин Сигнал От активника Вот Ёхо-хо Так что Все Я уже Доволен Монетка Смотрим Что за Она Так Польских Два Грошика Довоенных Ну да Короче Кто не видел Посмотрите Вот такая Вот Монеточка Ну они там Обычно 20-х годов Это 25-го Да Ну а пока Что вышел На такое место Где очень Много Мусора И И очень Мало Монет Вот Вплотную К деревенским Огородам Ну и Надеюсь Что может Кто-то Кто-то Потерял Но почему-то Монет Вообще Очень Мало Так Сильный Ветер Ну давайте Вам покажу Видите Еще Одна Монета Как На поверхности Лежит Троячок Вот так От ветра Спрячусь Думаю Вам видно Ну что Берем Опаньки Лежала И ждала Меня Три копейки Николай Второй В копилку Вот такой Только что Кран Латунный Откопал Да Латунный Сигналил Хорошо Ну такой Грамм 300 Цвет Мета Пойдет Ну вот Тут уже Был Алюминиевый Этот Вентиль Сам Вернее Крутилка Так Вот Прилично Сигналил Так Хорошо Я уже Подумал Банка Деклофоса Обычно Они так Сигналят Но потом Подумал Подумал Что Надо Копать А вдруг Там Кладуха Ну вот Видите Блестит Как Ого Какая-то Шайба Смотрим Пятачок Да Пятачок Какой год 1880 Ну вот Еще одна Крупная Монета Пойдет Вот Копилочку Ее Подуставший Пятачок Конечно Ну нормально Пойдет Ну а Эту Буратинку Не грех Показать Смотрите Какой Сохранщик Как Хорошо Виден Профиль Яны Казимира Польского Короля Это Солит Речи Посполитой Вот Тут Посмотрим Ну да Здесь Видите Какой Хорошо Видно Всадника Погони Это 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 У нас Значит Польский Чекан Сейчас Отвечу Скорее Меня уже Домой Зовут Так что Наверное На этом Коп мой Закончится Уже Потихоньку Иду к машине Потому что Позвали Меня Обедать Вот Такое Не то Колечко Не то Ободок Непонятно Скорее Все Колечко Старое Да До этого Находил Буратинку Еще одну Хорошую Хотя Не факт Похоже Как будто Знаете На какой-то Древко Типа Трости Чего Там Такого Потому что Хотя Может быть И Деревенская Какая-нибудь Обычно Ну вот Такое Колечко Так Иду к машине Пару Паратос Нашел Один из них Еще один Хороший Такой Красивенький Ну вот Как-то так Итак Приехала К себе Домой Давайте Сейчас Покажу Что За Сегодня За два Часика Удалось Накопать Ну и Поеду Ну вот Такой У меня Седневный Результат Видите Вот этот Баратос Сохраня Хеллер Этот Скорее Сего Шведский Хотя Тут тоже Вон Какой-то Фридрих Похоже Потом Вот этот Дятел Который Меня Так Разочаровал Я уже Думал Что-то Золотое Ну и Вот Видите Какие Монеты В основном Три Крупных Кругляша Раз Два Три Ну и Тут Баратоса Как всегда В количестве Поэтому Вот так Ну По Выбитому Месту И За Два Часика Я считаю В принципе Вполне Вполне Нормально Ну а Кто Еще Хочет Посмотреть Видос То Я К этому Видео Прикреплю Еще Свой Один Выезд Это Я Тут У Себя В деревне Искал Возле Речушки Там С надеждой Поиск Ну С надеждой Найти Какие-нибудь Потеряшки После Этих Отдыхающих Которые Там Отдыхали В прошлом Году Так что Вы можете Посмотреть А я На Всем приветик Приехала К себе В деревню И попробую Здесь Немножко Походить Решил Проверить Я Местный Пляжик Летом Там Было Очень Много Отдыхающих Поэтому Посмотрим Может быть Может быть Какие-нибудь Будут Потеряшки Сзади Меня Стоит Любопытная Корова И лошадь Соседа Моего Тадика Видите Пасутся Травы Еще свежей Нет Конечно Но Все равно И вот Тем деревьям Видите На крайне Туда Я и пойду И скорее всего Пойду Вдоль Огородов Потому Что Вот здесь Вот Люди Давайте Покажу Сюда Спускаются Когда Идут К речке Могут Что-нибудь Терять Ну Обычно Конечно Тут В конце Огорода И мусора Выбрасывают Ну Не знаю Посмотрим Лошадь Услышала Кобыла Вернее Услышала Мой разговор И сразу Решила Ко мне Подойти Но Она Такая Любопытная В принципе Ну И сейчас Такая Стала Строптивая Стала Брыкаться Поэтому В принципе Опасно А так Кормили летом Яблоками Они с коровой Тут вместе Все время Ходят Дружат Так Вон Наш Старый Домик Стоит Здесь Тоже Видите Вот Обычно Судой Люди Старые Времена Речки Речки Через Проход Шли И Вот У меня Первая Находочка Хотя Здесь Тоже Уже Миллион Раз Ходил Столько Секих Находок И Вот И Три Копейки Советы Пропустил Как-то Я Но Я Сейчас Хожу На Первой Программе Ничего Не Крутил Не Настраивал Вот Эту Мусорную Поставил И Решил С ней Проверить Вот Семьдесят Года Как Раз Будем Надеяться Что Он Фартовый Будет Пока Двигаюсь Вдоль Этих Заборов Вот Деревенских Вот Заборы И Тут Уже Получается Деревенский Луг Где Коров Пасут Кобылы Где Пасут Сакони Короче У меня Очередной Сигналь Давайте Покажу Что-то Непонятное Какие-то Типа Трубочек Какой-то Механизм Кран Что-ли Все Понял Это Колесико Видите Такое Колесико Ну Как Многие Пишут Может Быть Какой-то Мебель Каких-то Там Тележек Тумбочек Старых Или Каких-то Там Этажеры Которые Передвигались Но Оно Такое Все Медное Только Штырек Тут Металлический Вот Такая Штука Вот А я Вначале Подумал Монета Видите Оно Так На Ребре Стояла Спрятана Думаю Монитос Потом Начал Расчищать Смотрю Что-то Еще Там Но Так Как я И говорил Пока Что Вдоль Этих Заборов По краю Иду Очень Много Мусора Как И Предполагалось Еще Хочу На Ту Горочку Сходить Можно Предположить Что В старые Времена С этой Горки Могли Кататься Дети И Терять Конечно Какие-то Свои Мелочь Крестики Там Еще Чуть Ну Посмотрим А так Вдоль Огородов Иду И Вот Этих Деревь Потом Вот Сюда Пойду К Этим Деревь Тут Обычно Отдыхающие Там Внизу Речка Стараюсь Не лениться Выкапать Все Подозрительные Сигнальчики Вот У меня Опять Какой-то Непонятка Начал Расковыривать Сотру Там Внутри Какие-то Узоры Идут Давайте Сейчас Я ее Разверну Как-то Аккуратно И покажу Потому Что Пока Что Что Тут Не Понял Что Это Такое Немножко Развернул Похоже На Какой-то Уголок Что То Такое Типа Как От От Оклада От Иконы Наверное Но Это Медная Вот Эти Накладочки Я Не знаю Чего Они Сделаны Они Такие Хрупкие С Узор Тут Видно Посеребрение А Так Вот Тут Видите Этот Уголок В принципе Медный Ну Такая Вот Штука Что Это Было Непонятно Но Видно Что Похоже Что Украшало Вторая Сегодняшняя Монетка Вот Это Баратенко Медный Солит Яна Казимира Кто Не Знает Ну Такая Глина Что Короче Она Уже Вся Такая Гладкая Стала Со Временем Третий Сегодняшний Кругляшок Вот И Сигнально Он Так Не Очень То Хорошо Это У Нас Советский Двушка 60 Какого То Года Такой Вот Вот Почему То Ранних Потеряшек Здесь Нет Хожу Вдоль Берега Речушка Тут Основной Здесь Был Пляж Где Народ Отдыхал Прыгал Там Бесился В речку Вот В речушку Сюда Пока Попадается Один Мусор Вот Пробки Разные Тут Крышки Фольга От сигарет Потому что Здесь Кострища Постоянно Постоянно Жгут В общем Вот В тех Кустах Отдыхают Ну Пройдусь Посмотрю А так Вот В принципе Видите Уже Весна Вода Поднялась Вот Вот В таком Мес В Сильную Уверенность Что Находки Здесь Какие Будут У меня Как-то Нету Потому Что Очень Много Мусора Тут Захламлено Так все дойду туда до конца до лошади и пойду домой он ведь домики как располагались в низинка и наверху вся деревня практически потому что видно в старые времена разливы большие были поэтому вот на это как бы вроде бы такое хорошее ровное поле но здесь никто не селился и находок практически здесь 0 что в основном попадается на берегу вот такие вот пробки которые сигналят звонки такой звук хороших как будто бы пятаки катиной ну и в принципе я собирался отсюда уходить и тут та-да-да-да сигнал и смотрите смотрите что это котлы юху вот такие часики не знаю насколько они старые тут какая-то надпись вот но вот как раз вот здесь отдыхающие отдыхали за храбрость что ли там современные или старые не знаю давайте я почищу ну такие вот часики зачет блин корабли такой красивый здесь давайте почищу и покажу немножко почистил и вот смотрите что мне удалось прочитать на память алексею от коллектива цеха цеха и его дата 1990 год ну вот видите советских времен такие часики с корабликом тут запотела конечно не вижу что там за конечно за это за марка но такие обычные циферблат ведь какой беленький еще полин жаль что не золотые были бы это золотые цены немалые было бы это дело а так вот хожу проверяя всю берег этой речки и вот у меня монитос а по пятачок 38 года такой вот даже я вам скажу аккуратненький но пока что так не очень как я тут предполагал конечно тут думал весь берег будет золотом и серебром усыпан всякими цепочками сережками колечками нет пока что подается только вот такая вот мелочевка у меня монета монеточка и это на этот раз наверное 10 финишков до рейкс финишка какой-то он год не видно на вот такая оценковая монета принципе здесь я их раньше находил поэтому они это дело не удивительная такая вся видите ничего не видно ну очень хороший сигнал так давайте-ка вот здесь будет здесь будет что-то здесь будет так что-то вывалилась да вот вот такой вот монитос двушка что ли николай 2 до давайте почищу первая сегодняшняя империя вот такая душечка 1882 год обычная сигнал его так приятно на глубине где-то было 20 сантиметров не глубоко я хоть и хожу на эти как его на мусорных сигналах она ее хорошо так как говорится поймал этот сигнал то в принципе пройти было мимо него говорится сложно в копилку глубокий такой сигнал был я уже так обрадовался подумал какой-то рубль что это не знаю похоже на капсуль какой-то но такая нет какая-то крышка ведь она такая с резьбой куда-то закручивалась может какой-нибудь военной техники кауту зубцы идут ну размером скатин пятак такая крупнячок и сигналила зачет на висе один комок 2 откопал и только в самом низу она одни лежала храк еще одна находочка непонятно свинцовая наверное скорее всего светильника такая вот но это не головка а снаряда это что такое ажурная было ну и тяжелая но решил еще раз проверить свой огородики представляете пропустил тут такой мощный сигнал большой давайте покажу какая большая конина здесь была никогда бы не подумал почти в по центру огорода ну тут очень много мусора тут сарай стоял поэтому как-то я мог и пропустить вот такой большой сигнал так что похожу у себя на участке посмотрим может еще что-нибудь этот пропустил вот так вот такая вот конинка прямо прямо по центру это сарай дерево и яма и такой сигнал папа ну что давайте я вам покажу что за часик накопал в принципе неплохо ну единственное что никакого золота там эльки потеряшек от отдыхающих я не нашел так что вот смотрите что у если ну вот этого видите вещь канину я нашел себя вообще в огороде ну а так вот из интересного часики монитосы все рядовые колесико ну как-то так в принципе за такое короткое время так чисто между безиком пробежаться то я считаю нормально представляете себе эти котлы были золотые ого-го и весель сколько грамм наверно 50 точно вес тут было так на сегодня мой коп закончен еду домой так что всем удачи и пока встретимся на новом копе более удачному успешным так что смотрим не переключаемся что для меня свобода что для меня погода что для меня работа праздники друзья где ты моя удача в чем ты моя задача как сделать все иначе чем успокоюсь я